Всем привет! Северный Степной Крым. Не имею, сколько пчелы сейчас у нас похолодало. 11 июля 2023 год. Наконец-то выпал нормальный денек. 28 градусов оттяни, сейчас сними, покажи. Пасека никто не выкучивается, никто не висит, не выкучивается. Смотрим, как по нашей технологии. То есть вывели мы раевую суперпчелу. Завели в ройку искусственную семью специально. Ну, на поджатых, то есть моя технология такая. Вывел раевую суперпчелу и заменил маток. Подгребают они с края, потом ушают. В общем. Короче, не знаю, сними его. Что, каждый буду разбирать? Ну, он весь запечатан. Ну, не весь еще запечатан. Нет, еще печатают, короче. Еще стоит надо печатать. Ниже спускаться будем. Короче, вывели мы с весны раевую суперпчелу. Заменили маток там молодых попутно. И матки на... Ух ты! Что? Боже, мед. Матки, короче, сидят изолированные на одном корпусе молодые. Мух пораздували. Раевая суперпчела. Пораздували рамки. Раевая суперпчела. Сними, красиво. Дежурь, пораздували. Работала, короче. На взятках майская разнотравья принесла акацию. Акация с глядичей. Короче, отработала. И потом разнотравья. Ранние меда уже скачали все отсюда. Это мед разнотравья. Вот так вот. Сегодня, короче, надо будет отбирать. Ага, да, качать. Вот тела. О чем я и говорил. Жара. Она, короче, выкучивалась. С верхних корпусов уходила. И мед. Туго печатала. И мед туго печатала. Как только спала температура. Вот сегодня какой, третий день, да? Ага. Все, пчелы моментально подняли. Запечатали мед, потому что он уже был зрел. И просто его надо было допечатать. Пчелы поднялись. Все, моментально. Вот запечатали. Перед этим вот я смотрел. Он не был печатат. Наполовину был только печатан этот корпус. Все, моментально. Три дня они поднялись, запечатали. Забыли. Все. можно отбирать откачивать можно качаться а тут корпус этот можно качаться тут нет в верхнем хуже печатали второй сверху прям хорошо допечатали полностью печально ну что ну смысл его показать полностью печатать одно и то же показывать не вместимся мы просто сейчас формат видео 20 минут смартфон больше не снимает потом делит у меня видимо едета дополнительно днище года сейчас я сразу забирать нашел еще одну я помню у меня было поставил короче барахлом музыки дал потом начал разбирать барахлу смотри днище еще одну ух ты ё-моё кирпич капец это надо только попробовать смотрим как челки сразу траве по такой технологии матки на поджатых гнездах это при условии стояла адская просто адская жара под 40 градусов сушняк давит дождей практически можно сказать нет на одной россии живем короче вот что второй тоже убирает по ходу да по ходу не по ходу а точно только похолодало челки поднялись это к слову о том когда на севере пока за у меня там шесть дней уже печатают то я не спорю у меня тоже печатают когда жары нет вот жары нет они печатают поднялись запечатали мед потому что он уже готов был но узнать что он готов ну как узнать что он готов пчелы только знают весь сюда отбираем качаем отбираем кача вощину у меня есть еще как бы три корпуса там можно было навасить поставить еще дополнительно ващину почему не ставлю вощину если они начнут тянуть они будут не будут нормально печатать понимаете пчела либо строит ващину либо печатает вот либо туда идет либо сюда ну все все дальше что там покажи можно все весь корпус матки не было все это тоже на это тоже на откачку откачивается его разрез короче дается подработать даже крайне так выглядит но сами понимаете все кача не собирался качаться на раз так переделать там еще рамки на ващите ставить ващину либо откачка откачка выгодничать сразу я дам суши сразу они быстрее будут печатать эти примерно как мешок с цементом весит знаете только мешок с цементом короче смотри все три дня не поднялись не было я смотрел но они поднялись все надо было да все теперь я знаю что это мёд зрел все его можно отбирать откачивать еще 3 тоже можно полностью сказать ну это был слабый взяток медленный на самом деле они просто подливали 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 каждый день каждый день каждый день но не печатали почему потому что сюда не подлили подлили он там дозревает все они то не уходили понять они вот здесь в петель потому что жарко вверх вверх жара поднимается как только похолодало как только похолодало не спустились вниз и все ну короче все что откачку и молотим все это быстро запечатать потому что я ващину больше не напрягал специально для того чтобы я говорю чтобы эти пчелы которые воска строительницы выделяет вас чтобы они занялись печаткой потому что если я поставил бы корпус целые ващины они бы его и бы его долго вышли пчел меньше заметно стало да поменяли пчелок на мёд поменяли это было очень надо походу да это ващина и рамки суши и 8 смотрим чё ващины ведь чуть-чуть это еще останется я покажу вам эти три суши было и 6 ващин как выглядит ващина на сегодня это семья племенная есть такие которые мурыжат ващину мурыжат мурыжат а это прям чух 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 она же настроила ващины это сушка сушка смысл смотри с той стороны тоже самое ну давай ладно это сушка три сушки было в середине все залито все залито печатается ну лить некуда как я и говорил вся пасека вот так вы понимаете просто где-то больше печатки где-то меньше печатки а по заливке она вся вот такая вот смотрите покажу а есть пустое место видишь а есть это о чем говорит о том что как бы еще о том что как бы и не надо было сюда больше ничего ставить разнотраве на самом деле сильно подгорела сильно я вам показывал как степь сгорела ходил показывал поэтому я так слабо очень слабо оно подгорело оно свое как выдало подгорело подгорело да ну засуха дождей толком нет что вот эта дождь побрызгала это все ерунда это овощина была даже видите даже немножко у них вот воз даже был сюда чуть-чуть даже лепить ну вот такая вот семья строительница есть теми которых хуже вот строят вот это племена я от нее водил часть маток половина пасеки примерно у меня теперь от этой племена час на сегодня вот так вот вы же идет ващина симперопольская кстати тянут когда лить некуда тянут они пластмассовую тянут любую тянут когда лить некуда вот когда есть свой бар они ее очень тухо если к примеру я ставил гулькевич и ващину и эту ставил ну перемешку да то гулькевич и хорошо тянули этому солили очень долго мы солили но когда деваться некуда вот тянут тянут потянут выгрызают ее своим воском короче добивают используют ее просто как основу с нее воск не тянут короче а выгрызают и тянут беленьким воском соем чистеньким так вот они решили с ней поступить симферопольской нашей овощины ну что это еще остается ну конечно вот такие выбираются корпуса короче на пасеке и все начинаем откачку понеслась как говорится душа в рай хотя можно ставить им овощину видите можно будет еще ставить овощину ну блин надо там переделывать и заниматься некогда сейчас будет этим заниматься блин ну они тяжелые я вам честно говорю я не притворяюсь они реально тяжелые очень тяжелые у них так вот эти северокрымские нуклеусы да как называть короче в этой семье 50 килограмм верите не верите 50 килограмм разнотравия здесь стоит вот каждый так вот там 40 стоит вот сколько магазинов стоит под нас сколько стоит все битком под завязку меня самое интересует сейчас гнездо последний раз я здесь был когда брал расплод для той семьи матка держит или нет очень интересует это от племенной матки дочка в принципе все должны хорошо держать и более бакфастовый бакфаст гнездо хорошо держит еще есть такой с уклоном больше на карнику немного а четко все сейчас показываю смотрите как бакфаст должен держать хотя это бакфаст уже такой в кавычках да это уже как такой помест крайняя рамка выглядит вот так струсу чтобы не давить смотрите реакция пчел никто не нападает никто не жалит все он уходят все они еще уходят сами короче почему я эту семью определил племенные сами видели а мед печатает как это немножко на преск есть видите везде вот все так чтобы понимали там то есть куча он еще пустых ячей взяток на самом деле он не такой бурный как вы там думаете то есть если при стандартной технологии стандартных ульях это все здесь поставить этот мед сразу делите на три это все что вам осталось в лучшем случае короче никаких 50 килограмм вы бы на этом разнотраве бы не увидели на такой завязан никаких бы не было ничего если матка была не изолирована на одном корпусе если бы то не был мало формат никами на куда который работает хорошо этого не увидели бы чего я это проходил опытным путем все было я сравнивал семьи были такие такие это все сравнивало потом понял насколько отстают улья стандартной длинной рамки полностью от них ушел потому что ну это потеря огромная по меду по развитию по всему есть да вот она к булочкой ведь что ну потому что и нет негде сеять это нормальное состояние то есть нет большого количества распада мне чтобы она могла она не крыло обрезать не хочу убрать их тормози немножко я сейчас дымарь скотина такой дымарь дебильный попался чесноком так плохо разгорается отдал за него столько денег а гад такой весь уже развалился не хочет гореть нормально самого начала изначально нормально это у неправильно конструкции еще смотрите матка держит полностью внизу все тут распад сплошняком види с ними да тут челкован забери иди малышка ну да ну понимаете если бы некуда было лить на самом деле если некуда было лить они бы гнездо подливали бы все равно значит все нормально тут все четко я контролирую как бы процесс я смотрю взяток какой по силе идет и как бы куда сейчас уже взяток переходит в разряд уже практически поддерживать хотя еще показывал куча всего ганд гармала шандра все это но влаги нет она горит все сохнет толку с этого дождя но он все сушняк стоит просто сушняк дождь этот это так солнышко вышло и через полчаса этого какой она еще ночью все высохла понимаете за ночью без всякого ветерочек начался и все это гоняется рукой не придавить получил это дело мне похоронить переносит я поэтому я перешел на бак пасты видите как работает с бак паста ну все ну смысл не знаю смысл показать здесь там все гнездо полностью распорты гнездо в принципе распорты матка его держит тогда как вот рядом я показывал вот эта семья с уклоном на карнику да вот эта вот семья там и магазинов стоит достаточно она залита тоже хорошо там стоит достаточно магазинов все она гнездо льет матке льет гнездо это блин вот карниковские крови туда попали это вот манечка карники бак паст вот так вот выглядит бог пасты сейчас все открою вот они у меня идут раз два три 4 5 до 55 идут там и одну вез помену короче вот от этой много от этой матки же водил примена она уже городе сейчас стоит эта матка к примена она будет зимовать в следующем году буду пробовать от нее брать другие менять как бы от нее если она перезимует другую часть пасеки буду пробовать менять больше не было рамок аром как были много маточников на количества рамок не было teaspoon на 5 семей именно хороший выбрал самый хороший. На 6 хватило, на 6, но там одна матка не облеталась. Вот, хватило на 6. 5, короче, облетались маткой, а шестая матка там протачить начала от рутовка. Смотрите меня в курсе. Вот там была одна из этих маток отличных, но не судьба, короче, на следующем году ее поменяем. А вот получается 1, 2, 3 и 4, 5 вот так вот стоит. Это, короче, вот они, именно все вот это племенной матки. Они все, вот так вот сейчас гнездо открываешь, полностью все держат четко. Красотульки, короче. Ну, я открывал, смотрел, до этого раньше. Когда взяток еще более бурный был, я открывал, а сейчас так тем более они гнездо держат, ну, то есть там ничего не изменилось. Там вот так вот достаешь и вот. Коржи вот такие, коржи, короче. Ну, вот, вот так работает моя технология. На самом деле, я говорю взяток, не думайте, что он был такой мега взяток. Это очень слабый взяток, на самом деле. Очень слабый такой, нудный такой. Ну, я показывал, какой взяток. Никакой, короче, грубо говоря, никакой. Чуть-чуть лучше, чем сейчас летают пчелы. В основном они с утридцатом летали в обед практически. Некоторые дни вообще просто висели целый день, потом немножко вечером летали. Ну, тем не менее, вот, тем не менее, сами видите. Ну, вот так. И плюс я аж отобрал отсюда, пооткачал уже. С этой семьи вообще пять, да, корпусов уже отобрал, да, пять корпусов. И еще один, это не ее. Вот этот не ее. Она еще четыре принесла. Четыре, пять, девять корпусов уже принесла. Еще придется опора японская еще. Еще, короче, ну, считайте, еще даже не в середину, да, еще. Еще даже до середины июля не дали. Ну, больше полтора месяца еще. Ага. Еще больше полтора месяца товарного взятка. Ну, даже пару корпусов принесет, ну, одиннадцать. Ну, это сезон не сказать, что это мега медовый сезон. Это такой слабый, очень сухой, засушливый. Это жесткий сезон, не самый, далеко не самый лучший из моей практики. Это такое, ну, не самый худший, не самый лучший, где-то посередине. Это не мега сезон, это не мега взяток. Не было никакого там супер. Это не хороший сезон, на самом деле. Это такой. Средний, короче, средний, обычный сезон, короче. Ничего выдающего. Мега взятков таких я не увидел. Локация пять дней сгорела. Ну, глядичь, я пять дней сгорела. Ну, матьская разнотравия такое, там, шерды-морды, короче. Развитие очень плохое весеннее. Ну, короче, сезон, мягко говоря, на троечку, короче. По пятибалльной системе, ну, на троечку с натягом сезон. Ну, при этом, все, любую могу вам открыть. Напишите, любую, какую вам показать. Я вам показываю любую. Приезжайте, я вам вообще все могу показать. Хоть все открывайте, сами будете таскать вот эти кирпичи и смотрите, сколько мёда. Кто сомневается, как бы. Ну, ладно. Я говорю, майские все откачаны уже. Это чисто летние медали. Это чисто летние разнотравия. Еще впереди сапора японская и колючечки еще поработаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok